Тайный дом с Ольвами В истории музея, как в зеркале, отражается история нашей страны. Конечно, по меркам истории человеческой цивилизации сто лет это всего лишь миг, но по человеческим меркам это целая вечность. И музейное дело попытка соединить эти два противоположных измерения. С одной стороны мы собираем для будущих поколений свидетельства о грандиозных событиях настоящего, с другой рассказываем о судьбах конкретных людей, потому что история это не просто даты, это прежде всего люди. Основная сюжетная линия спектакля от философских прений 19 века к событиям новейшей истории страны. Уникальность постановки в его достоверности. Каждый костюм, каждый предмет в театре – подлинный экспонат из коллекции музея. А это все, цилиндр пушки? Молодой человек, экспонаты руками трогать нельзя, тем более их применять. Государственный центральный музей современной истории России – один из крупнейших центров по сохранению, изучению и презентации национально-культурного исторического наследия страны с середины 19 века по настоящее время. В его фондах полтора миллиона музейных предметов, которые отражают важнейшие социально-политические, экономические и культурные процессы, происходившие в стране. Музей современной истории России, который был создан 100 лет назад и за это время успел вобрать в себя богатейшую коллекцию, рассказывающую о самых важных, значимых для нашей страны событиях 20 века и начала 21 века. Причем, несмотря на то, что музею 100 лет, он остается современным, он всячески развивает мультимедийную составляющую, а главное, активно комплектуется. И здесь я бы отметил роль наших коллег в работе межмузейной рабочей группы, которая занимается сбором экспонатов в зоне специальной военной операции. Также в холле Геликон-Оперы представили выставку «Хранители времени». Она посвящена уникальному социально-политическому явлению, советскому плакату, сформировавшемуся к 1920 годам и ставшему своеобразным зеркалом, в котором отражались важнейшие преобразования страны. Служба информации фонда «История Отечества».